Вопрос несанкционированных свалок и мусора занимает сейчас практически каждого ульяновца. Но жители улицы Минина страдают от мусорного беспредела больше всех. Мало того, что люди не обращают внимания на надпись «Мусор у ворот не кидать», так еще и поджигают его. Надежда Смагина, житель 15-го дома по улице Минина и мама трех детей, видит эту мусорку из окна каждый день. Вид не из лучших, не из лучших и запах. После неоднократных пожаров опасения за здоровье и жизнь только усилилась. Это дым, едкий, по 2-3 дня стоит в квартире, так как окна открыты, потому что уже тепло было. И еще очень много бутылок, шифер, который стреляет, который под действием огня просто летит во все стороны. Люди ходят, дети бегают, кругом осколки, кругом это. Дети бегают и все, и это запах, гарь, и в этом все мы дышим. Первый случай поджога случился месяц назад, 17 апреля. Огнем уничтожен пластиковый мусорный контейнер. На этом поджигатели не остановились, пожары продолжились. Бдительные жители насчитали 5 случаев поджога за месяц. Обращения к регоператору и районной администрации остались без ответа. Раньше как-то подъезжал трактор, и вот трактор они вот это вот все грузили, вот рабочие из управляющей компании. Сейчас все отнекивают, все, никто не ездит. Сделали свалку конкретную. Я 30 лет хожу через эту мусорку, и такого вот безобразия уже года три, наверное, наблюдаю. Я видела, я проходила мимо раза, наверное, три. В ночное время гуляла с собакой, прогуливалась, и вот видела. Конечно, печальная история, но поджигает. Пожарные, конечно, хорошо реагируют, быстро приезжают, тушат, но никто не может с этим справиться, ни дворник, ни жители. Сгорело, ящик сгорел, потому что мусор не вывозит. Все с бугром было. И тут, и тут, и тут. Видимо, кто-то вот поджигал таким образом. Мусор не вывозит абсолютно. Эта история – яркий пример ситуации с мусорной реформой в областном центре. Неплохая идея оказалась то ли недоработанной на федеральном уровне, то ли саботируется на уровне исполнителей и чиновников муниципалитетов. Платим больше, а порядка меньше. Понятно возмущение горожан и достаточно жесткая реакция губернатора. Выяснять, кто отвечает за бесхозный пока мусор, нужно быстрее. Определять ответственного и принимать меры, а не перекладывать из одной кучи в другую. Из больной головы на здоровую. Валерия Чаурова, Геннадий Бухтояров, репортер 73.